всем известно что тема денег часто звучит в отношениях очень часто мы ругаемся за денег очень часто у нас разные совершенно взгляды с супругом на тему денег я хочу немножечко поговорить об этой ситуации более глубоко во-первых хотелось бы для начала поговорить о вашем восприятии денег конечно работу можно проводить за долгоду брака но никогда не поздно для того чтобы понять откуда у меня какие-то определенные представления о деньгах я предлагаю вам подумать о следующих вопросах первое какое воспельное детское воспоминание о деньгах да возможно вы чувствовали что денег в семье много возможно вам что-то не купили что вы очень хотели возможно вы услышали какой-то разговор о деньгах и это воспоминание отсложилось где-то очень глубоко потом подумайте пожалуйста чему научили вас ваши родители о деньгах может быть у них была какая-то фраза которую они часто говорили возможно вы просто понимали из их поведения что например Например, деньги нельзя тратить на удовольствие, например, или важно деньги экономить. Наверняка дома звучали какие-то фразы, которые очень сильно сформировали ваше восприятие о деньгах. Еще один интересный вопрос, делали ли ваши родители что-то с деньгами, что вы уважали, или за что вам было стыдно? Возможно, ваши родители тратили деньги на помощь другим людям, и вы это знали, и вы это больше не уважали. Или вы чувствовали, что они покупают себе, я не знаю, 25-ю пару обуви, мама покупает, и при этом она совершенно недовольная, и завтра покупает 26-ю. Очень важно, чтобы мы понимали, как мы воспринимали то, как наши родители тратят деньги. Также я попросила вас подумать о том, были ли такие моменты в вашем детстве, может быть, в ранней юности, когда сильно поменялось благосостояние семьи. Обычно эти моменты являются очень важными для ребенка, и надо понять, что в этот момент изменилось в вашей семье. Возможно, вы когда-то переехали, или поменялся ваш круг общения очень сильно за счет того, что семья, например, увеличила свой доход, или уменьшила, не дай бог, свой доход. Это тоже важно для себя понять. Очень важно, было ли такое, что в вашей семье кто-то тратил деньги, не говоря об этом другому, или манипулировал деньгами. Такие вещи тоже очень сильно откладываются. Если постоянно мы видим, что мама пытается клянчить деньги у папы, или она откладывает так, чтобы папа не видел, я не знаю, какие-то такие вещи, то тоже это сильно влияет на наше восприятие денег. И самое последнее, есть ли у вас какие-то страхи, связанные с деньгами, потому что вот это уже очень важный вопрос. Если мы переходим в отношения с определенными страхами, касаемые нашего финансового благополучия, это обязательно нигде не будет выскользнет, и вот об этом надо серьезно подумать. А также тут важно понять, есть разные восприятия, разные эмоции, касаемые денег. Очень часто, когда в семье есть финансовые проблемы, или есть какой-то кризис, или там мужчина делает работу, то у мужчины включается стыд и очень сильная неуверенность в себе, потому что всевышний так создал мужчину, что он отвечает за финансовое благосостояние, он подписывает в турбук, в который он обещает обеспечивать свою жену, а у женщины включается страх, да, потому что очень часто женщина переживает за детей, или за будущих детей, или за своих пожилых родителей, которым она не сможет помогать, да, то есть у женщины чаще включается именно страх. И любопытно, что стыд мужчины запускает страх женщины, а страх женщины запускает страх мужчины, как очень часто бывает, то есть мы друг друга часто накручиваем такими реакциями. Если мы будем меньше пугаться, скорее всего, наш муж будет меньше распределиться, и мы быстрее сможем выйти из этой проблемы. Перед тем, когда часто мне говорят, люди на консультациях, когда я предлагаю какие-то семейные выходы, какие-то выходы с детьми, для того, чтобы они более качественно вместе проводили время, люди говорят по стул сразу, у нас нет денег. И вроде как, что ты можешь сказать, да, может только посочувствовать людям. Но на самом деле с этой фразой, на это у нас нет денег, нужно поработать, да, нужно следовать на нее глубже, потому что очень часто у нас, опять же, не то, что вообще нет денег, просто есть разные представления о том, на что их надо тратить, на что их надо тратить. И вот это важнейшая сфера для обсуждения с вашим будущим партнером или уже с вашим настоящим партнером. Например, очень часто у людей есть деньги на какой-то новый гаджет, но нет денег на подарок близкому человеку. Да, это просто обесценивается, это не считается таким важным. Или ребенку говорят, что нет денег на какую-нибудь экскурсию с классом, да, при этом он видит, что родители спокойно сами развлекаются, да, отправляются в какие-то путешествия. Часто у людей нет денег на здоровье, да, то есть, вот опять же, на платье есть, на путешествия есть, а на здоровье почему-то нету. Бывает, что люди не понимают, зачем тратить деньги на психотерапию, например, людям действительно безумно нужна терапия, индивидуальная или семейная, но это не нужно, это дорого, это долго, да, поэтому домой лучше поедем куда-нибудь в отпуск. Не то, что отпуск, вы понимаете, да, сильно дешевле психотерапии, но просто люди считают, что вот на это я понимаю, что нужно тратить деньги, а на это еще не понимают. Поэтому очень здесь важно понимать, что важно общаться, обсуждать с человеком, на что мы будем тратить деньги, на что мы будем тратить деньги. Тут есть как семейные такие решения, так и индивидуальные решения. Очень важно, что без чего-то ваш супруг может чувствовать себя действительно плохо, или ваша супруга, есть женщина, для которых купить дешевые вещи запросто, а купить дешевую косметику, не дай бог, она себя будет чувствовать в ней ужасно, да, и я думаю, что эти вещи стоят с ними считаться, если они в рамках разумного, потому что действительно у нас у всех есть разные представления о том, на что можно тратить деньги, на что нельзя. Есть женщины, которые готовы очень плохо выглядеть, но при этом платят много денег на то, чтобы дети хорошо выглядели. Мы здесь не комментируем, да, что правильно, что неправильно, мы просто пытаемся понять, что у нас эти представления очень глубокие, и про них надо говорить. Кроме всего прочего, я советую вам пообсудить установки о деньгах, то есть мы сказали, что есть сферы, на которые мы тратим деньги, есть сферы, на которые вам жалко денег, есть еще интересные установки о деньгах. Например, иногда люди откуда-то взяли, что много денег пользует человека, да, или если у человека много денег, значит, они заработаны на нечестном трудолу. Если вы чувствуете, что у вас или у вашего супруга есть подобные установки, будьте уверены, что они будут затормаживать ваш финансовый рост, да, потому что не может человек получать, зарабатывать много денег или стремиться к этому, если он считает, что это сделает его хуже. Также другие, например, интересные установки, что если я начну откладывать деньги, то мне не будет не хватать на жизнь, да, или наоборот, нужно все время откладывать, и никогда не знаю, что будет завтра, поэтому мы себе ничего не можем позволить здесь и сейчас, потому что нам обязательно нужно откладывать на, я не знаю, пенсию для наших родов. Ну, совершенно не смешно, есть люди, которые так считают. Есть люди, которые считают, что у них никогда нет денег на себя, на свое самообразование, на свое развитие. Тоже такие установки хорошо бы обсуждать. То, что особенно важно сказать, когда мы говорим про деньги и отношения, это что деньги часто становятся средством манипуляции. Очень часто работающий супруг, например, считает, что он может манипулировать женщины, которая сидит там с ребенком, например, да, проверять все ее траты, оставлять ее выпрашивать деньги, контролировать ее таким образом. И очень важно проговорить, что такой подход не является здоровым, потому что это очень сильно пользуется отношение, это заставляет людей лгать очень часто, и в итоге все это, естественно, выходит наружу. Кроме того, если вы замечаете, что у вашего супруга, у вашего партнера, да и у вашего ребенка есть какие-то зависимости, например, связанные с игроманией, дайт или шопер, шоперализмом и так далее, тоже нужно всегда понимать, что это не просто какая-то там, не знаю, дуй в голове или что-то такое, это, скорее всего, какая-то пустота эмоциональная, которая заполняется вот этими покупками. Я хотела бы также проговорить какие-то часто ошибки, которые связаны с тратой денег в семье, которые потом вызывают много-много конфликтов. Часто люди тратят, зачем у них денег на наскороженную свадьбу, и потом в не на что жить. Ну, такое самое классическое, да. Часто люди обходят обсуждение финансовых проблем на свиданиях, потому что считают, что это говорить неудобно, а потом очень глубоко сталкиваться с тем, что у нас абсолютно разные представления о том, на что мы тратим деньги, и вообще совершенно разные мысли о том, как мы будем жить и на что мы будем жить. То, что я уже сказала, мы не разбираемся в отношении партнеров к деньгам, да, мы не обсуждаем с человеком все те вещи, о которых я сегодня сказала, как вообще он относится к деньгам, скрывать траты от супруга, да, если изначально в семье я часто спрашиваю, есть ли такое, что мы не обо всем можем договориться, что часто возникают конфликты на тему финансов, это тоже показывает определенный, в принципе, уровень недоверия, неблагополучия в семье. И, конечно же, контроль и микроменеджмент. Очень важно, чтобы у каждого супруга были деньги, которые называются «fun money», да, это какие-то мелкие и маленькие траты, про которые он не должен рассказывать, и он не должен отчитываться, и тогда человек чувствует себя комфортно, свободно, спокойно, и не чувствует себя маленьким ребенком, да, в этих отношениях. И последнее, что мы сегодня с вами успеем обсудить, это, конечно, духовные способы зарабатывания денег. В лаудаизме, безусловно, есть свои лайфхаки, да, свои убеждения, установки на тему денег. Самая важная, самая глобальная установка здесь, это ключ от проносы только у Всевышнего. Мы должны понимать, что мы делаем, как и в любых других сферах, свои какие-то усилия, безусловно, человек не должен сидеть на диване и ждать, пока деньги к нему придут с неба, но ключи от проносы только у Всевышнего. Узнаю кучу людей, которые прикладывают очень много усилий, и, к сожалению, не добиваются большой проносы. И знают люди, которые очень спокойно живут и радуются жизни, и при этом у них, слава богу, есть большое благословение в проносе. Финансовые проблемы, они все от Всевышнего. И на самом деле, как ни странно, но это один из самых, если уж есть какие-то проблемы серьезные в жизни, то финансовые проблемы предпочтительнее, чем, не дай бог, какие-то другие проблемы. И здесь тоже важно понимать, что чем больше мы возмущаемся наличием этой проблемы, тем он становится более ощутимой. И тут нельзя не сказать про детей. Дети не знают, сколько у нас лежит на счету в банке, я надеюсь, что не знают. Они понятия не имеют, сколько мы зарабатываем, но они очень хорошо понимают, в каком мы эмоциональном состоянии. Если мы всем говорим только о деньгах, если мы все время переживаем, сколько что стоит, если мы постоянно им рассказываем про то, что денег нет, денег нет, денег нет, то именно будут чувствовать серьезный слез. Есть куча семей, в которых они живут очень-очень экономно, у них нет больших возможностей, но дети этого не ощущают, потому что родители не приносят этот слез с собой домой. Также очень важны подходы. Мы помним, что есть два брата, у наших родителей Тесавы Якова, у Асавы лозунг у меня есть много, им не всегда мало, у Якова подход к у меня есть все. Очень во многом наше настроение, наши ощущения, наши взглядные вещи исходят из этих вещей. Если я человек, который доволен тем, что у меня есть, и надо сказать, что сегодня у большинства людей есть намного больше, чем необходимо, тогда я буду спокойна, и я буду спокойна в плане своих отношений, с своими детьми и так далее. Если у меня все время есть сравнение с тем, у кого есть больше, чего мне не хватает, а вот я могу еще вот это, вот это и вот это, это, конечно, я буду постоянно тревога на тему денег. И самое последнее, что сегодня мы успеем обсудить, мы знаем, что есть три важнейших способа улучшить проносцу в своем доме, забывать эту проносцу. Первая вещь, это, конечно же, отделение десятины, и аккуратное отделение десятины так, чтобы мы точно отделяли десятый процент своих доходов на десетину. Вторая вещь, это молитва, вы обязаны молиться о планосе, это совершенно легитимно, часто люди думают, что-то как-то очень корысленно и так далее, абсолютно нормально, правильно молиться о планосе. И третья вещь, это шломбайт, да, Всевышний дает проносу в тот дом, где есть мир. Если в семье есть постоянные сроки, то деньги будут уходить не туда, они будут платить совершенно ненужные вещи и так далее. Поэтому шломбайт, молитва и отделение десятины, это наши сами-таки еврейские способы увеличивать свой доход, или просто увеличивать, а действительно, чтобы была браха в этих деньгах, чего я всем желаю, чтобы была браха и в деньгах, и в отношениях, и ни в коем случае деньги не мешали нам строить наши отношения в нашей семье.